После того, как вы надавили ссылочку, у вас начнется скачивание базы данных или откроется вот такое вот окно. Ну вот, это база данных, жмем на ней правой кнопкой, жмем скачать. Жмем все равно скачать и выбираем место, куда она будет скачиваться. Ну я сразу выбираю на рабочий стол, в принципе это не имеет значения. Вот файлик небольшой, скачивается буквально за 2 секунды. Итак, открываем его. Да, чтобы им пользоваться, надо, чтобы у вас была установлена программа Microsoft Access. Если у вас установлен Microsoft Word и Microsoft Excel, то скорее всего у вас и установлена программа Microsoft Access, просто вы об этом не знаете. Ну либо надо это установить. Если будут вопросы, как ее установить, тоже вам расскажу. В общем, открылась у нас база данных и вот, как вы видите, у нас тут есть 6 таблиц, которые и у нас в условиях. Заполнил я их точно такими же данными. Вот countries, это ID и страна. Manufactures, вот ID, Brand, Country, ID. Orders, ID, User, ID, Product, ID. Phones, это ID, Phone Number, User, ID. Products, видите, ID, модель, Quantity, количество, прайс, цена, M, ID, сумма. И Users. Это ID, имя, e-mail и возраст. Так, значит, для всех полей, в которых есть буквы, это я установил значение короткий текст. Для всех полей, у которых цифры, я установил числовое значение. Так, в общем, закрываю все эти таблички. Их можно потом, ну, заново пооткрывать, вот, двойным нажатием. Теперь, смотрите, работа база, переходим на вкладочку, работа с базами данных. И вот тут точно такая схема, как и у нас в задании. Ну, может, немного стрелочки не так расположены, но они ведут к одним и тем же полям. Вот ключевое поле Primary Key ведет, но на второе поле ссылочный ключ забыл, как называется, неважно. Так, переходим на главную. И так, закрываю схему данных. Теперь нам надо поработать с запросами. Для этого жмем на треугольничек. Да, может быть, у вас другая версия Microsoft Access. У меня, по-моему, Microsoft 365. Может быть, она выглядит немного по-другому, но плюс-минус все то же самое. Итак, открываем и жмем запросы. Так, один запросик я оставил, посмотрите. Итак, как делать запросы. Переходим на создание. Вот вкладочка. И жмем конструктор запросов. У нас тут появляется вот такое вот какое-то непонятное окно. Это потому, что мы работали только в SQL. Для этого вот переходим в режим SQL. Слева жмем режим. И выбираем SQL. Так, видите, слово Select тут автоматически заполнено. Давайте сделаем запрос. Select звездочка. Потом пишем from. И давайте любую табличку выберем. Например, уже забыл, какие у нас таблички там есть. Users. По-моему, так. И чтобы, по-моему, так называлось. Чтобы выполнить запрос, надо надавить кнопку выполнить. Вот, как вы видите, отобразились все поля. Возвращаемся назад в режим SQL. Вот тут все это переключается. Я думаю, уже поняли. Так, from users. И давайте добавим условия. Пишем where. Поле age. Возраст юзера больше, допустим, 30 лет. Жмем выполнить. И вот у нас отобразилось только два пользователя с возрастом 34 и 45 лет. Ну, то есть, явно старше 30. Так. Возвращаемся в режим SQL. Давайте сделаем join. Значит, смотрите. У нас в лекции писалось, что join это inner join. Тут, если вы напишите join, это не пройдет. Надо именно писать слово inner. Inner join. Вот. И присоединим к ним табличку фонес, телефоны. Вернее, номера телефонные. Фонес. Потом пишем on. Ну, то есть, по какому столбцу будем соединять. Пишем табличка users равна табличка фонес. Ну, и через точку поля, по которым соединяем users. Это поле ID. А фонес это поле через точку user, нижнее подчеркивание ID. Русский язык у меня включился. Итак, жмем выполнить. И вот у нас произошло объединение таблиц. Так. Вернее, жмем опять режим SQL. Давайте я вам покажу. Если удалить слово inner. Нажмем выполнить. Тут покажет ошибку. Ну, это я вам об этом сказал. Добавляем слово inner. Пробел. И так. А, ну это я inner неправильно написал. Так. Жмем выполнить. Все работает. Давайте еще покажу вам пример. Вот left inner. Жмем выполнить. И вот у нас отобразились все данные из первой таблицы. А вот те сотрудники, у кого нету phone number. Видите, поля пустыми остались. Ну, или у нас это описалось значение как null. Тут они просто пустые. Так. Ну, в принципе, это все. Пользуйтесь. Я думаю, все просто. И да, запросы вот вы и сделали. Можно потом их сохранять. Вот закрываем. И даем название запросу. Телефонный номер.